пока что никого а амфиезма амфиезма самка беременная потом потом расскажем ее про нее поподробнее щитомордник попал и и работа офис вон так а там кто-то горка узорка прошлогодние счета на дыбал а под одной деревяшкой японский уж и узорчатый полос здравствуйте дорогие друзья мы находимся на узорском острове ищем японских узлей одного уже нашли вот сейчас то чтобы найти японского уже надо очень хорошо поработать потягать камни так они обычно сидят погода прям адское пекло какое-то хоть и туман дикая влажность море это нифига не спасает я уже весь потел вот ну сейчас поднимем камень мне так кажется что под этим камнем кто то есть не знаю есть там кто или нету никого но почему-то присутствует что там кто то есть а там никого и нету надо еще аккуратно капошиться тут еще и мордик и довольно таки много они нашли еще одну нашли зато жабу дальневосточную такую грязную квакающую мы отпустим конечно давай-ка пускай прыгает туда морской таракан даже 2 большая мокрица они по ночам гербанят крабов вообще как разбойники последние прикольные ребята но мы находимся на берегу японского моря речь пойдет о японских ужах ну сегодня как-то не получилось на самом деле поймать там большое количество ну одного это хорошо на самом деле так для видео потом его отпустим одного еще мы нашли но не смогли что-то вы вытащить он там камни так глубоко залез что его как бы было проблематично не поранит вытащить раскапываешь раскапываешь а в итоге закапываешь но в итоге он сам найдет себе там выход ничего как бы страшного нету ну вот в руках у меня амфиезма вибокари рутвини японский уж японский лесной уж это взрослого размер змеи характерные ее особенности это такие вот небольшие желтенькие пятнышки такие сверху как у обыкновенного ужа только намного меньше ну и плюс он сам коричневый и брюшка вот такое желто-зелененькое змейки очень мирные практически никогда не кусаются очень редко предпочитают у ползти обкакать и у ползти это вот у нас ну как самец их вообще как бы тоже довольно таки просто отличить самцов от самок у самцов вот длинный хвост практически не видно никакого перехода вот у него попка вот у него хвост самок хвост примерно вот ну где вот мои пальцы тут заканчиваются ну и сами они чуть массивней чуть чуть крупнее но это вот взрослый экземпляр ну самых больших которых я видел не были сантиметров 40 50 обитают они повсеместно в городе владивостоке есть даже там в пригородных зонах очень редко показывают на поверхности сидят под укрытиями в камнях там где влажно сыро а сидят они там потому что основной их питание это дождевые черви кушают они червей очень часто также не брезгуют иногда лягушками ну говорят что они там и макриц едят там и так далее но не знаю вот этого не знаю не видел ни разу чтобы они ели макриц сколько не пытался даже неволе давать змейке необходима повышенная влажность если вы содержите ее в террарии обязательно укрытие без укрытия они очень сильно стрессуют ну спаривание у них проходит как обычно вернее как у всех змей наших это середине мая начале июня откладка яиц ну вот-вот уже начнется то есть сейчас у нас 2 августа день бдв ну в течение вот этой недели все самки японских ужей отложатся потому что та самка которая от нас уползла сейчас она была беременна вот вылупление молодых примерно в начале сентября в конце августа ну вылупляются маленькие маленькие вот плохо что мы на самом деле рановато на самом деле поехали я что-то думал что они уже отложились на самом деле потому что в том году уже в это время были кладки ну яйца по размеру где примерно вот вот такие вот довольно таки крупные такой змеи и штук примерно ну средняя кладка там 7-8 штук бывает два очень ну очень очень крупных ой даже наверное не такие наверное чуть даже побольше вот такие вот примерно яйца вытянуты такие продолговатые маленькие вылупляются змейки начинают интенсивно кушать лягушечек маленьких маленьких червячков а может даже и больших червячков в общем червячков и уходят спокойно себе в зимовку и зимовки в начале мая выходят и дальше по такому же циклу о котором я рассказал радует очень их характер на самом деле то что они вообще никогда не кусаются ну и поймте мы ее наверное отпустим его вернее ну гуляй друг вот туда куда нибудь вот классический биотоп полно людей и змеи никто не видит практически ну сегодня не выходной конечно а так и все ну это две единицы отдыхающих полным полным спасибо за внимание пальцы вверх ставим лайки репосты пальцы вверх опять же ну там я не знаю что еще что не ставьте что не ставьте в общем да спасибо за внимание пока пока